Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня 9 мая. Великий день, великий праздник, праздник победы. Нам очень приятно, что именно в нашей программе присутствует человек, который имеет непосредственное отношение к этому событию. Сразу же его представляю. Это Иван Георгиевич Новичихин. Участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны 1-й степени. Награжден медалями за отвагу, за победу над Германией. Это только начало, если посмотреть внимательно на вас. То большущее количество наград. Здравствуйте! Здравствуйте! С Днем Победы у вас! Спасибо, дорогой! Вот. Какие у вас ощущения сегодня, вот спустя столько-столько времени? 9 мая 2024 года. Да. Ну, что очень. Такая сегодняшняя дата. Это, считайте, 79 лет. Да. Вот после того, как отгремели пушки, извещающие окончание боевых действий. И эти пушки уже известили нам о торжествах в честь победы над Великой Отечественной войной с Германией. Фашистская Германия сдалась. И его армия Гитлера разбита. Как мы встречали вот этот день? Какие у вас были ощущения тогда, в 45-м? Этот день победы я запомню, конечно, навсегда. Потому что каждый из нас шел к тому, чтобы добиться победы над Германией, победить ее. И это удалось. Мы победили Германию. Но встречал я этот Новый год, то есть этот самый праздник, День Победы с ребятами вместе. Мы, конечно, были очень-очень рады, когда услышали, что Германия капитулировала. В этот момент мы вышли на улицу. И у кого было оружие, тот очень приветствовал это своим салютом. Стреляли вверх. Каждый из нас думал, что он дожил до конца этого гибельного шествия немцев. Вот. Разбиты немцы. Фашизм побежден. То есть, наверное, непередаваемое ощущение, да? Да, очень непередаваемое ощущение. Вот. Мы невозможно были рады. А где вы в этот момент были? Вот. Я встречал День Победы, и все мы встречали. Вот. Был в Вене. В Вене? В Вене. Ага. В Вену мы взяли где-то 22-24 числа. Как в песне поется «Помнит Вена». Да, да. Вот. И мы встречали День Победы в Вене. Там был создан Первый Крайницкий фронт. Он был определен как самая главная часть деления Вене по определенным кварталам. По кварталам. Это как оккупационные войска. Австрия в свое время, она была тоже сателлитом этой Германии. Она поставила против России 19 дивизий. Ну да, она же вошла в территорию Германии. Вместе они воевали. Ну и они, конечно, чувствуют, что они все проиграли войну, эту войну. И были очень такие пасмурные. И ничего противного не могли сделать. Как вот завоевали это мы в Вену. Но немцы, те, кто был под каким-то командованием, они ушли на Запад. На Западе их там собирали в отдельные части. И даже эти были в составе дивизий полков и так далее. Значит, они были не расформированы. Даже офицеры отпускали их в отпуск. С какой целью? С такой целью сохранить, чтобы затем использовать их в борьбе против советских войск. Так как Черчилль, это премьер-министр Англии, он думал об этом и предлагал это начать. Но Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов, не согласился. И развалилась эта история. И таким образом, значит, вот эти войска так и остались, но их постепенно расформировали. А вот тогда, когда вы в Вене узнали о Дне Победы, вы долго еще там находились? Ну, мы так и находились там. То есть это было вот... Это уже мы пришли, и оттуда больше уже не выходили. Так мы... Это оккупация была. Российские войска, вот Франция, Англия, Америка. Точно так, как в Берлине, да? Разбиты по секторам. И вот один из секторов, это Россия. А что входило в ваши обязанности? Это был как какой-то комендантская рота? То есть вы... Я в это время был радиооператор, радист я был в Первом Украинском фронте. А Первый Украинский фронт, он имел один полк связи. В этом полку связи был один батальон, значит, радиоспециалистов. Ага. Одним из радиоспециалистов, радистом первого класса я был. То есть вас можно даже еще и поздравить, 7 мая был День связи. Да, радио. Так что День радио можно поздравить. Я был радист первого класса, служил на радиостанции, которая обеспечила радиосвязь Первого Украинского фронта с главным штабом вооруженных сил, с Москвой. Вот. Мы три человека дежурили, меняли друг друга. То есть через вас все эти проходили важные сообщения? Да, все эти сообщения проходили. Мы уже, вот, когда собирались капитулировать, и речь шла уже об этом, капитуляции. Мемцы, да. Да. Мы, собственно говоря, так как эти связисты и радисты, они связаны друг с другом, и слышали этот разговор. Ждали информацию. Мы уже ожидали, что будет капитуляция подписана. Получается, вы, наверное, первыми и узнали, когда пришло сообщение, да? Да. А потом, когда уже сообщила Москва, нам этот диктор Левитан сообщил, мы уже тогда все... Подтвердилось, да. Подтвердилось это все. Затем, вот, из... Это... Был же суд над немецкими фашистскими руководителями. Нюрнбергский процесс. Нюрнбергский процесс. Наша радиостанция такой же мощности, как наша радиостанция была направлена туда, на связь. Связь. Связь тоже обеспечивала с Москвой. Мы держали тоже связь. А, то есть вы были как промежуточный какой-то этап, да, между Нюрнбергом и Москвой? Да, да. Ну, они там в стороне, мы так... Это Вена, она назвала центральной группой войск. Ага. Группа войск была в Германии, в Берлине. И вот из берлинской группировки, из нашей группировки были направлены радиостанции мощные для связи с Москвой непосредственно. То есть можно сказать, что вы тоже принимали участие еще в Нюрнбергском процессе. Да, в Нюрнбергском процессе. Мы радиостанции постоянно придерживали. Ну, это очень важный такой элемент, потому что мы же прекрасно понимаем, что война и информация, которая... Ну, грубо говоря, то, что, например, сегодня существует интернет, да, представить себе невозможно. А тогда, особенно в первые, да, мы еще во второй части поговорим, как вы попали на фронт, как вы встали. Ну, да, да, эту историю. Сейчас мы начинаем как бы с Дня Победы. Вот сами войска информационные, это же очень важно, когда связь есть, потому что я даже когда в школе учился, я помню, нас, ну, эту линию устраивали тоже, связь тренировали тогда. Вот большой вклад внесли связисты? Безусловно. Без связи с соседями никак не сяло. Невозможно было, да. Невозможно было. Я скажу, что, значит, вот первый Украинский фронт, как шел, взяли Варшаву. После взятия Варшавы, значит, сообщили о том, что эти в Праге восстали, там было восстание. И немцы начали их давить, там, да, в общем, ликвидировать. Наш, это сообщили нам, и вот первый Украинский фронт, танковый рейд, рыбалка был направлен туда, именно на Прагу. Он прошел по Карпатам, по узким местам, дошел, и взяли эту Прагу. В Праге еще до этого были власовцы. Власовцы – это изменщики Родины. Вот, они отошли, отошли в сторону Италии, в том направлении. И там они находились в этой американской зоне оккупации. И вот, ну, наше командование знало о том, что власов там располагается. И вот, значит, наша контрразведка поехала и попросили американцев, чтобы выдали эту генералу власову. Они не дают. Вот, вернулись эти ребята, они, значит, взяли золото, поехали и заплатили американцам, они отдали его власову. Забрали власову. Продали его, конечно. Продали. Как вещь. Это нигде ничего не пишется. Ну, я слышал, вот так вот. Забрали его, и все. И он оказался уже в руках. Вот такая вот история. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас здесь ветеран Великой Отечественной войны. Новичихин Иван Георгиевич, участник, непосредственный свидетель того 9 мая 1945 года, который он встречал в Вене, как мы выяснились, в самом центре Европы. А если вспомнить, что еще была в Первую мировую войну Австро-Венгерская империя, это была огромная империя. Вена – это очень важный город. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой мы узнаем, как все начиналось, где встретил войну наш гость. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня 9 мая, День Победы, 79-я годовщина. Как нам сегодня подсказал наш гость, непосредственный участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, Новичихин Иван Георгиевич, который сегодня здесь, в студии нашей программы. Мы очень гордимся этим, что в День Победы к нам пришел ветеран. Вы же, насколько я знаю, на войну попали, когда вам было 17 лет. Да, это так. Как это было? Как вы узнали о войне? Так. Ну, как и мой возраст, вот именно мой возраст. Мы были учениками в школе. Нам было по 15 лет. В это время, значит, было объявлено война. Война, да. На радио. Да. Опять же, Левитан. Это Левитан объявил. И все, конечно, рабочие, мои родственники, те, которые должны были служить, они все пошли в армию. Только закончил 10-й класс, в это время, значит, сообщает о том, что, значит, вот есть набор этого в армии. Это какой год? Какой год? Это 43-й год. 43-й год. В 43-м году. Значит, вот я пошел в этот военкомат. Мне сказали, что когда надо будет, мы вызовем. Так. А вы сами пошли? Ага. Теперь прошло какое-то время, и это вызывает повесткой, говорят, что вот формируется эшелон, как только мы сформируем эшелон, вызываем вас и отправляем. Ну, все, значит, эшелон в какие-то дни, это вот недалеко от этого дня, был сформирован, и нас 700 человек погрузили в эшелон и повезли в Башкирию. В Башкирии станция Алкино, вот, за Уфой. Там нас сформируем эшелон, и где-то километра три в лес отвели. И пришли нам выстроили, да, и сказали, что вот здесь вы курсанты учебного полка. Да, да, там мы это проучились восемь месяцев, проучились. А потом? Вот, нам присвоили звание эфрейтора, и, значит, было трудное положение, на Ленинградском фронте нас направили. Там был прорыв этой железной дороги нашей прорвали, железную дорогу отрезали. Прорыв был шириной 3 километра, и глубиной 12 километров. И вот в этот прорыв там очень постоянно с миномета все время люди выходили быстро. Вот, и у нас вот 8 человек, это было где-то, где-то часов в 10, темновато уже, выдали нам по одной мине 120 миномета, по буханке хлеба, вот, патроны набили полные. И вот мы отправились в этот, туда, в этот, в расположение части, к командиру роты. Прибыли, вот, там нас сразу определили, меня в взвод, поможет, это командир взвода, вот, я, и там был один пулемет, а я был лучшим станковым пулеметчиком. А, то есть вам его и поручили. В этом, в батальоне еще там, это было отображено, и мне сразу станковый пулемет вручили. Вот, и 3 человека, это, с патронтажами таскался, они же патронтажа такие. Ну, да, да. Вот, и вот, таким образом я стал станковым пулеметчиком. Ну, и вы там ранения получили. Да. А потом, значит, ну, здесь постоянно, каждый день, это небольшие, это бои идут, разведочные, да. И вот, у нас командир разведки батальонной и командир разведки полка, значит, вот они днем, они проникли на тот объект, которым я был, с пулеметом. А это было боевое охранение, оно находилось 200 местров, примерно, от переднего края. Перед нами метров 70 этот пулемет немецкий, тоже на точке стоит. Вот. Ну, у нас это загорожено, этим, значит, землей, а там, получается, даже и не земля, а дёрн. Трава проросла, болотная, вот мы её резали вот так вот, и со стороны противника укладывали, чтобы снайперы не снимали. Ну, а когда это что-то пытаются сделать, командиры разведки и полковой, и батальонной, они это затевали, это, да, пришли на точку, на точку, где я дежурил. Да, пришли, вот, это сидят, и это в бинокле, один и второй. Я им говорю, что здесь, я говорю, это снайпер не действует. Только я сказал, и одна, и вторая пуля в брусфер, они присели. Я говорю, вот, так могли вас убить. Вот. Ну, они дежурили до обеда, а в обед, это командир разведки полка, у него ординарец, так, он его послал в этом, сообщить, что он здесь, и положение, что занимаемся, мол, наблюдением. И он, а там, значит, как получается, вот, значит, бугорок, там можно выкопать глубиной, там, ну, вот так вот можно выкопать землю, а сверху можно осыпать дёрну. Дёрн, да, так. Чуть из бугорка вниз, там уже, это, земля кончается, надо, вода заполняет это. И вот дёрн вырезали, торфяной дёрн, и со стороны противника выкладывали. Понятно, понятно. Вот так вот. Но и вот там вот вы ранение получили, да? Да, вот. И вот, это, когда разведчики это пришли, и, значит, это задание было, а там впереди был немецкий, этот, пулемёт на треноге у него. У нас-то он просто с колёсками на треноге. И вот они это пришли ночью, и и туда, впереди их, это, пошёл этот сапёр, он разминировал. Разминировал. А там это мины какие-то, пехотные мины, они, ну вот, такие на колышках, на колышках, это, соединены эти, друг с другом, ну, они на стоянии, на таком стоянии, да, колышки, и это, а туда ночью, это, мы, и они знали о том, что, это оборона их, немецкая, это, подход к этому, заминированный. Ну, тихонечко так прорвались, вот туда прошли, вот, сапёр, разминировали, и это, пошли на этот пулемёт. Туда только это, сунулись, а там уже во весь рост надо было перебежать, вот, туда, а это, там заметили их и начали бросать этими гранатами противопоходными, ну, они, это, расползлись, все, это, разведчики, когда я услышал это, то я включил это, значит, направление, я знал высоту, примерно знал, включил в Тальбу, затих этот пулемёт их, да, наши ребята туда сунулись, сунулись вот к этому пулемёту, но взять ничего не смогли, потому что это, это, покосило там часть этих разведчиков, потом, значит, когда я понял, что они их там забрали, у нас четыре человека на этом, туда проникли, потихонечку проникли, это ребят те, которые ранены были, значит, таскали, таскали, они освещают этими ракетами, видно, прям, всё вот так вот, ну, это всё же, пробираем, они то ударят, то нет, я, значит, поближе, когда подошёл, поближе, это, на бруссвер, это, вытащил, на это, и очередь, поэтому, замелчал этот пулемёт, замолчал пулемёт, и это, ребята туда продвинулись сразу, запрыгнули туда, а это, там, пулемётчик был, смотрим, и заметили, что убежал, немец один, да, а этот остался, он уже разбитый, здесь куда, этот, значит, брать, тащить, он тяжеловатый, да, я говорю, снимайте замок, сняли замок, выбросили, это, ребят своих вытаскиваем, потихоньку, я последний своим расчётом возвращаемся, и вот почти уже назад, почти уже назад отошли, я ещё раз повернул это свой пулемёт, и это решил, думаю, я поставлю в этот станок, он вставляется, там, шплинт такой, думаю, установлю, сейчас это лучше, удобнее, он начинает, это, а если когда на станок падешь, то он идёт, так спокойно стреляет, и в этот момент мне это, разжженной пулей, значит, вот, раз, и в спину левая рука отнялась, и я полетел, метр ползаран даже упал, вот. Вот такая история. У нас, к сожалению, время идёт к финалу, но у меня осталось два вопроса, мы уже знаем, что вы потом пройдёте перед подготовкой на связиста, день победы встретите в Вене, а за отвагу, за что? Я получил это за это. За вот это? Да, за эту операцию, но я и сам был ранен. Вы, получается, у нас с какого года рождения, чтобы наши... Я с 26-го года. 26-го года, вы представляете, просто гениально, человек ранен, столько наград, и такая жизнь. Мы благодарим вас за всё. Спасибо вам большое, и в вашем лице мы сегодня вспоминаем всех-всех-всех тех, кто делал это большое дело. А у вас есть великолепная возможность обратиться к нашим телезрителям 9 мая 2024 года. Да. Дорогие телезрители, я, как участник Великой Отечественной войны, который испытал все эти тяготы этой войны, хочется поздравить вас с великим праздником, праздником Победы, и пожелать вам и вашим семьям успехов в ваших семейных и житейских делах. Сегодня Великий День, он непосредственно связан и с теми Победами, которые мы сейчас получаем от наших воинов-героев этой освободительной войны. Спасибо большое, Иван Георгиевич Новичихин, участник Великой Отечественной войны, был гостем нашей сегодняшней программы, программы, которая, естественно, посвящена Дню Победы, которую наш герой встретил в Вене, и который так интересно рассказал. Это всего лишь эпизод, но это непосредственно ваш эпизод в вашей жизни. Спасибо вам большое. Всех вас с Днем Победы. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания и с праздником. Редактор субтитров А.Семкин